Услышать голос не самой ласковой кошки Забайкалья и не только. Новое оборудование Краевического музея позволит по-новому посмотреть, а где-то пощупать и даже примерить на себе культурное наследие региона. Мы заказали как традиционное оборудование. Это витрины, но с определенными качествами. Витрины, которые создают атмосферу обеспыливания. То есть там они полностью непроницаемы, и, соответственно, предмет в них в сохранности. Сейчас еще ожидаем современное оборудование для того, чтобы рассказывать о музейной коллекции. Это виртуальное зеркало, где наши посетители смогут увидеть себя в различных образах. Это киоски информационные, где также можно расширенно узнать об экспозиции, посмотреть карты, фотографии загруженные, всевозможные задания выполнить, в том числе игровой контент там будет. Уже сейчас в фондах хранилища находятся специальные сейфы, шкафы, оборудование для обеззараживания предметов и виртуальные очки, с помощью которых можно будет попутешествовать по Чарским пескам, а в будущем и по другим интересным локациям края. К тому же еще готовится очень интересный медиагид в виде кота Павасика, с которым можно общаться будет, глядя в свой смартфон и путешествуя по нашему музею. Он тоже будет загадывать загадки, шутить. В общем, надеемся, что будет такой забавный, интересный друг, особенно у ребятишек. Губернатор Александр Осипов лично курирует реализацию нацпроекта, ведь он направлен на реальное улучшение качества жизни забайкальцев и расширение их кругозора. Несмотря на многообразие инновационной техники, цены на входные билеты подниматься не будут, а тематические выставки смогут посетить все желающие. Софья Иванова, Сергей Миртов, РТК «Забайкалье». Продолжение следует...